И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно новой пушке Тесла, которая уже завтра у нас будет в игре. Посмотрим все анонсы. У нас четверг вечер, быстренько врываемся, контролируем все обновления. Если вам заходят подобного рода видосы, то обязательно не забывайте также их поддерживать. Поговорим сегодня о, как я уже сказал, новой пушке Тесле. Ну и в дополнении к этому есть у нас обновление по ультра уикенду, которое у нас будет уже с завтрашнего дня в игре. Поэтому обо всем по порядку. Начнем, конечно же, с пушки Тесла. Уже завтра с рестартом серверов 18 июня в игре появится новая пушечка Тесла. Здесь написано механикой, как работает, что есть у нас два режима стрельбы. Цепная молния и шаровая молния. Также здесь написано, как это все дело работает. Я немножко здесь прочитал. Ну, в принципе, мне, наверное, ну, может, в какой-то степени надо было бы это все дело понять, как работает первый режим стрельбы, как работает второй режим стрельбы. Но я думаю, что там уже на практике мы все это дело сможем затестировать. Ранний доступ стартует и данную пушку можно будет полноценно выбить только из ультраконтейнеров. А ультраконтейнеры появятся у нас непосредственно завтра. Пока что больше никаких других способов получения данной пушки у нас нет. Интересно будет посмотреть, насколько жестко она будет нагибать. Ну и напишите в комментариях, хотели бы вы завтра сразу же увидеть обзор на данную пушку на основных серверах. Как вы знаете, а может не знаете, я ее до сих пор не тестировал. То есть, есть ребята, которые заходили, например, на тестовый сервер. Была у них такая возможность потестировать данную пушку, но я в последнее время не придаю значения тестовому серверу, не обращаю внимания на него. Все-таки происходят какие-то определенные корректировочки, изменения дополнительные. И все-таки тестировать неполноценную пушку, неполноценный выход я в последнее время не решаюсь. Это касается и пушек, это касается корпусов. Когда-то я заходил на тестовый сервер, тестил, смотрел. А потом как-то понял, что после этого еще как-то баланс меняют и когда она выходит на основные сервера, то мнение как-то бывает, то ли меняется, то ли становится каким-то неоднозначным. И поэтому я не хочу как-то там, не то что даже переобуваться, не хочу как-то, может, переоценивать возможности пушки, да, или бы наоборот недооценивать, да, знаете. Потестировал, думаешь, ай, да какая-то шляпа усатая, а потом выходит на основные сервера и ты такой смотришь, а она реально нагибает жестко, наваливает по-дикому, да. И ты такой, блин, а я походу был неправ. Поэтому в моем случае я теперь не захожу ни на какие тестовые серверы, дожидаюсь уже выхода на основных серверах и тогда уже перехожу к полноценному тестированию и обзору. Чем мы можем, в принципе, завтра с утречка и заняться, если вы, конечно же, это все дело хотите. Я надеюсь, что мне на спец мой замечательный аккаунтик завтра данную пушечку оформят и мы сможем ее полноценно затестить, понять, как работает, как работают режимы, как работает, ну, вообще все, в принципе, что связано у нас с этой пушкой. И мне, ну, вот, если вы бы меня спросили мнение, как ты думаешь, будет она нагибать или нет? Вот я вот думаю, что это будет жесткая тема, прям вот жесткая. Я чуть-чуть смотрел обзор Миши на эту пушку, когда он заходил на тестовый сервер, вроде даже на стриме это все дело происходило, и для себя понял, что есть там определенные лазеечки, с которыми можно очень большое количество урона дамажить. И если там ничего не поменяли, то, похоже, у нас откроется новая дикая темочка, и я очень сильно надеюсь на то, что она быстро выйдет с раннего доступа, чтобы все те ребята, которые хотели, смогли бы сразу получить эту пушку. Ну, и вторая новость, которая у нас сегодня есть, это ультра-уикенд. К слову, я очень сильно, ну, даже не то чтобы расстроился, не понял, да, почему у нас уже на протяжении длительного периода времени нету обновлений никаких. Последний список обновлений выходил 27 мая, сейчас у нас на момент записи видеоролика 17 июня, то есть полноценно 20, даже у нас в мае 21, значит 21 день не было обновлений. То есть, ну, какие-то, наверное, производятся все-таки, можно было бы выкатить пост и написать по этому поводу что-либо, но пока что таких движений нету, и понятно дело, что что-то там меняют, а что меняют, никто нам об этом не сообщает. Может, даже какая-то перебалансировка в хитрую происходит, а я даже и не знаю о ней, да, как, например, начинаю тестировать какие-то вооружения и понимаю, что что-то как-то с ними не так, да, что они как-то себя покомфортнее как-то показывают, как-то что-то получается и жесткое накидывать. То есть, по сути, может быть, какие-то обновления происходят, но посты не выкатываются, и это очень странно. Ну, а что касаемо ультра уикенда, то здесь у нас появляется специальный режим на субботу и воскресенье, только на пятницу не сделали. Это обычная DM-очка, написано, что правила формата стандартные, соответственно, там все будет и дроны, и овердрайвы, и расходка, все, короче, по дефолту. Оса, Вольфенштейн, Серпухов, если я не ошибаюсь, что Серпухов, что Оса в DM-очке уже была, Вольфенштейн, не помню, может быть, даже его и не было. Но Оса прикольная для DM-а, Серпухов, ну, наверное, тоже такой плюс-минус, ну, посмотрим, посмотрим, может быть, даже можно будет покатать на этих DM-очках, может, что-то интересное получится. Также есть специальные миссии, за три миссии довольно-таки изёвых можно получить 7 ультраконтейнеров и понадеяться на то, что вы станете супер-мега счастливчиком и за 7 ультраконтейнеров выбьете Теслу. Шанс минимальный, но, возможно, кто-то сумеет это сделать и просто на дискорд-сервер, или бы мне куда-нибудь там в личку скинет, что он просто выбил Теслу и скажет, вот она, вот она, изёвая Теслочка. Поэтому выполняем супер-миссии, при том, что здесь, по сути, выполнять-то нечего, зарабатывать 20 тысяч кристаллов в DM-ке, это, ну, грубо, наверное, 5-6 боёв, да, если играть и не тупить, уничтожить 200 танков, это примерно чуть-чуть больше, там, 7-8 боёв, да, если у нас на 30-ке есть ограничения, и вы 30-ку оформляете, смоки, страйкер, вулкан, гром, довольно неплохие пушки. На страйкере, например, я бы вообще с удовольствием навалил, да, даже на вулкане можно, да, на любой, короче, из этих пушек можно на изи всё давать. Ну, и 200 аптечек прожать тоже довольно несложно. Итого мы имеем в сумме 200, 300 звёзд, 300 звёзд, 3 контейнера обычных и 7 ультра-контейнеров. По поводу того, что здесь поменяли один контейнер вместо 150 осколков, я уже тоже говорил, но, ладно, как бы уже об этом говорить не буду. Ультра-контейнеры, добавляется Тесла, здесь, как бы, об этом и написано, также падают все эти редкие предметы, которые есть, коинбоксы, специальных 2 пака, ну, и, понятное дело, что двойные фанды и опыт уже с завтрашнего дня, именно с пятницы, пятница, суббота, воскресенье, полноценно в игре получаемый опыт и фанды в матчмейкинговых битвах будут удвоенные. Ну, и также написано о том, что тематическое оформление, какие-то декорации, билборды, шмелборды, всё будет, только я вот не понимаю, почему будут делать праздничные билборды, если у нас вроде как в игре... Сезон 2, финальная часть, плей-оффы, это мне немножечко непонятно, вроде как акцент должен был сделан быть на Кабарспорт. Ну, ладно, допустим, они просто скопировали и выкатили, но на самом деле ничего не поменяется, может и поменяется, может и для них этот турнир ничего не значит. В общем и целом, как-то так, друзья, пишите, что вы думаете по поводу Теслочки, по поводу обновлений, да, которые у нас будут, по поводу супермиссий. Если есть какие-то мысли, хотите ли увидеть завтра полноценный быстрый врыв с обзорчиком Теслочки, если да, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг этого не сделали, ну и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ваньк, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!